здравствуйте друзья давно у меня не было отдельные реплики посвященной так называемому лидеру так называемых демократических сил беларуси светлане тихановской мне кажется я так много об этом говорила мы так давно уже все показали все настолько очевидно но видать не совсем так судя по тому что происходит в белорусском информационном пространстве ну и плюс интервью которое она дала комсомольской правде украина название конечно уже сюр для меня учитывая декоммунизацию но речь сейчас не об этом интервью светлане тихановской вот но вот это вот такой вот консистенция идиотизма слабого интеллекта выкручивание бывших пророссийских сил а по сути на самом деле несмотря на смену риторики пророссийских сил пророссийских потому что задумывались они как кремлевско-газпромовский проект и ведут себя как ужина сковородки не знаю куда деться и куда себя приспособить в новых условиях в тех реалиях которые не привели к исполнению их больших мечт хотя на самом деле они неплохо устроены сегодня в европе и надо же все-таки протягивать это видимость деятельности как-то подмазывать электорату как-то его увеличивать не создавать повестку они никогда и не создавали а вестись за ней фабрикой ботов деньгами и прочей хератой а главное ложью главное вещами которые пишутся в удачном бизнес-плане их никогда невозможно проверить например в интервью светлана рассказывает о том что происходит беларуси часть работы ведется в беларуси это организация подпольных акций движений общение с группами внутри страны большинство наших активистов остаются в беларуси чтобы противодействовать режиму знаете что интересного вот в этом опусе что проверить это невозможно любое что-то маленькое можно раздусь мы прекрасно помним акции с бчб в кустах простите я помню сидя когда-то у романа скрытина полтора года назад говорила что когда-то закончится акции возьми бчб под одеяло это недалеко от истины я сейчас не буду говорить о причине я буду я говорю о том как они преподносится как сказано так красиво а главное ничего никому не видно результатов нет на все предели вот это мне очень понравилось мы очень активны медиа пространстве с одной стороны показываем реальность беларуси с другой рассказывает беларусам о том что происходит в украине сразу два вопроса но во первых беларусам вроде бы не за google не забанили google зачем им рассказывать о том что происходит в украине когда большое количество моих соотечественников сидит в украинских чатах смотрят youtube каналы читают телеграм а потом если они рассказывают об украине беларусам так как они рассказывают украинцам о беларусах тогда но простите у меня это вызывает некоторые сомнения некоторые сомнения в правдивости в источниках информации как например любимый и аффилированный безусловно со штабом телеграм-канал беларусский гайон который свеклана тихановская здесь безусловно рекламирует обратите внимание знаете телеграм-канал беларусский гайон люди пересылают информацию туда они делают это подпольно администратор канала который находится в относительной безопасности берет эту информацию и передает руководству военному украину сразу возникает вопрос я не исключаю что есть часть людей которые безусловно пишут и рассказывают что где-то как-то увидели что увидели фотографируют доброжелателей в отношении украины много но как проверяется эта информация из чего мы должны доверять мо только который ведет этот телеграм-канал который явный украина фоб посмотрите его посты не касаемо сливов там военных баз российских беларуси они дышат ненавистью к украине я помню все эти еще стебания над тем чей крым а теперь претензии к украинцам с обидками причем наглые претензии грубые претензии и скажите мне как проверяется информация которая размещается в телеграм-канале кто ее может проверить в стране которая напичкана агентурой фсбшной и кгбшной как нужно проверить кто дал эту информацию действительно гражданин который хочет помочь украине или какой-то очередной агент которому нужно подбросить дезу я не знаю когда я вижу перепалку к больной теме когда я вижу перепалку между белорусами и украинцами у меня прям сердце кровью обливается говорит светлана тихановская во многих чатах звучат обвинения вы для нас нет вы для нас это не сделали вы для нас то не сделали я вижу и ухудшение отношения к белорусам ну во первых не для нас я сейчас выступаю со стороны украины а для себя и сейчас я выступаю со стороны беларуси на всякий случай напоминаю что беларусь напичкана российскими базами и призывать то надо не просто что-то сделать для украины а прежде всего освободить беларусь от этого дерьма а тогда и украине будет легче как минимум по северному направлению но причина следственной связи не конек светланы георгиевны потому что после вот этого опуса по поводу того что обижаются друг на друга это нас не объединяет и не сближает корреспондент задают ей вопрос как бы подталкивает к ответу ну как бы помогает но вы понимаете в чем причина этих споров спрашивает корреспондент издания но светлана георгиевна крепкий орешек ну тут то было она то знает как отвечать у нее же всегда и заготовленный ответ от франкович орке или ковалевского возможно это от недостаточной информированности друзья прошу обратить внимание не от того что летят ракеты не от того что беларусь оккупированы не сопротивляется сегодня не от того что гибнут люди в украине просто много как гибнут не от того что 700 ракет прилетела со стороны беларуси по украине за пять месяцев и шли войска от недостатка информированности считает светлана тихановская видимо нам надо было больше внимания обращать на наше информационное присутствие в украине вот он такой анализ над ошибками не бороться надо было не геополитические цели ставить не отрываться от российской федерации не становиться рядом с украинцами в борьбе против рашки а просто усилить свое информационное присутствие и вести какую-то информационную работу светлана георгиевна я вам скажу одно украинское инфополе настолько иску искушено умными людьми и дураками в том числе что ваша просветительская работа здесь для сиреневой звезды и купиться на нее могут только те кто очень слабо информированы беларуси и никогда не интересовался белорусскими проблемами потому что вы здесь просто смешно и вот вишенка на торте светлана георгиевна отвечает на вопрос что было бы если бы она была президентом вот как она была бы если бы двадцатый год для нас увенчался успехом говорит она не было бы использования наших территорий в интересах россии и по-другому строились бы наши отношения в с этой страной у нас была бы четкая позиция мы не хотим участвовать в войне я не вижу при демократической беларуси нашего участия в военных действиях на стороне агрессора или представление нашей территории для вступления на для наступления на украину и хочется сразу задать вопрос а как же это могло бы быть если бы вы стали президентом с теми же целями которые вы обозначали все эти два года я позволю себе зацитировать процитировать ковалевского валерия человека который сегодня возглавляет здесь в украине офис светлана тихановской его слова интервью дойче вели еще до большого вторжения правда но еще не было известно кто там как там поэтому все-таки присяга была россии она побольше и бабло оттуда хороший идет да и вообще так вот на вопрос корреспондента возможно ли встреча светлана тихановской на высоком уровне в москве валерий ковалевский ответил так возможно встреча на более высоком политическом уровне нужно провести более тщательную работу по разъяснению информированию россиян о том что протест беларуси не является геополитическим он не преследует цели присоединения беларуси например к нато и и киевец нет в этом протесте и антироссийских настроений сказал ковалевский этот протест исключительно направлен на решение внутренних вопросов на то что диктатура в беларуси стал уже просто невыносимой для беларусов знаете что ребята я еще раз подчеркну никакая вы не оппозиция вы прямые конкуренты лукашенко я говорила это может кто то не видел скажу еще раз вы просто конкуренты лукашенко за место губернатора протекторате российской империи это все что вам было нужно поэтому вы создавали отличный фон либо вас выберут либо луку и балуку засунут в россию что и произошло с вашей помощи поэтому вы здрадники забывать об этом не стоит я надеюсь никто не забудет что касаемо демократических сил мифических объединений и так далее я прочла один поздно на поздняка и он мне очень понравился один из последних суть там такова что вот это вот этот миф единых объединения демократических сил вот прям единение это такой здрадные гбшны москальский нарратив в любом демократическом обществе борются разные демократические силы да они иногда объединяются на основе какой-то платформы но вот такое ваше объединение и вечное кручение вокруг персоны далеко не умный простите далеко мне было бы плевать я не люблю оценивать давать какие-то такие оценки но ведь этот человек делает политику и представляет нас каким-то образом сколько нужно крутиться вокруг этой персоналии более того вернусь к поздняку вот этот нарратив единению как раз и позволяет объединить и похерить все на свете более того позволяет туда засовывать собственную агентуру как бы выбрасывает все что не согласно это такое рабство я посмотрела не комментировала форум демократических сил хорошо что есть эти формы но мне хочется сказать одно зачем зачем крутиться вокруг одной персоны какие-то рассказы что ее признают европа какие-то рассказы что и признают германия там где-то признали поцеловались в десна еще в какой-то стране это вообще не важно это не про революцию политика идет вслед за изменениями вслед за революции вслед за борьбой уж после того когда в силу этой борьбы выходят на авансцену действительно фигуры рожденной этой борьбой здесь же умелый менеджерский проект который просто подменил деньгами и всякой чушью маленьких людей подменил реальную борьбу люди стали заложниками сидят в тюрьмах беларусь оккупирована депрессия люди не могут выйти сколько же можно крутиться вокруг одной персонали на разных формах советовать ей сменить вишерку ковалевского то какая разница она не может никого сменить потому что это они делают эту политику она всего лишь ширма зачем ширма зачем стране ширма вы понимаете что это и есть наследие лукашизма это и есть реальный лукашизм вот это какой-то единая фигура которую стоит за собой тащить улучшать крутиться вокруг нее это такая чушь несусветная пытаться понять кто там среди них хороший а вот этот сегодня за того а этот за другого это все ни о чем а особенно здорово это понимаешь когда сидишь в украине где идет война и где понимаешь где есть реальная политика влияют сегодня эти люди на то чтобы остановить войну и не поднять белорусов нет не влияют не влияют на переговоры с рашкой возможное которое они хотели их нет и быть не может влияют ли они на то как поведет себя сегодня военная беларуси никак не влияет пойдут они перейдут границу или нет не влияет поднимется народ в стране не влияет они не влияют ни на что когда-то же должны появиться какая-то реальная политика и реальные люди мы обсасываем полтора года вот это дерьмо и все крутится вокруг него самое обидное что когда даже достаточно достойные люди появляются в политике и готовы и возможно могли бы они умнее выше интеллектом эти люди почему-то все равно принимают вот эту конструкцию виде тихановских и все это чуши баба рик и прочего всего этого гаскопробовского проекта как данность почему потому что там бабки потому что нужно крутиться вокруг этих денег потому что там финансирование так тогда и вы в итоге про деньги или все-таки нет а если нет делайте свою политику ставьте геополитический выбор в конце концов создавайте собственную повестку когда-то саша сотник сказал мне вещь которая меня спасает реально спасает когда я нахожусь в отчаянии делать мне канал дальше не делать почему так долго почему понимаем и непонимаемо саша сотник сказал что самое главное что ты не идешь за повесткой ты ее создаешь я понимаю что это мой плюс без ложной скромности я не ориентируюсь на то количество белорусов которые думают так как я мне бы хотелось мне бы хотелось чтобы большинство думала как я но я понимаю что их пока мало но в итоге ведь так и создается также и меняется сознание пока наши политики оппозиционные будут идти за русифицированным большинством туда-сюда качаясь ни рыба ни мясо никакой политики не будет а именно ни рыба ни мясо так все это выглядит сегодня так завтра этот а носиться со достаточно слабым в плане умения даже что-то сказать а уж тем более помыслить так называемым лидером но это просто опускать и унижать народ я все-таки еще закончу я засчитала ковалевского и закончу маленькими двумя видеороликами где тихановская которая сейчас кричит о независимости страны как весь ее кабинет говорила о том что они не против интеграции с россией до независимость это конечно важно на их о москве маленький кусочек поставлю мы за независимость но мы за союз россии где-то мы это уже слышали сразу после кусочка с тихановской будет кусочек с лукашенко они же просто близнецы братья в целях своих только одни делают вид что протекторате империи могла быть демократия который по определению быть не могу а другой не делает вид он просто открытый злодей но суть-то и целеполагание а вы и ваши сторонники они в принципе сторонники союзного государства или все-таки должен быть развод и должны быть две суверенные страны спустя на нас и так две суверенные страны не союзное государство не предполагает сдачу суверенитета и суверенитет и независимость для беларуса это для беларуси это высшая ценность и никто не собирается ее ее торговаться интеграция уже настолько глубока между нашими двумя странами экономическая в частности что нам с этим жить но знаете в чем вопрос что большинство беларусов не понимают сути союзного государства не понимают сути интеграции что это значит все верят что это не сдача суверенитета возможно какие-то более тесные экономические отношения там единая валюта конечно неприемлемо для беларусов но если это взаимовыгодный союз то почему нет у нас нету и у нас нет абсолютно антироссийских каких-то проявлений мы просто вот просто хотим лучшего для своей стороны мы хотим чтобы людей уважали чтобы не гнобили на 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 предприятиях чтобы были нормальные достойные условия труда здесь самое главное чтобы был нормальный менеджмент стране все ничего не требует если для этого не знаю нужно углубить интеграцию хотя уверена что можно обойтись и без этого то я думаю что новый президент расставит все точки над и сделает правильный выбор все-таки сейчас мы очень активизировались по работе на российском направлении суверенитет независимость это святое интересы белорусского народа но надо понимать что у россии глобальные интересы у них тоже соответствующие взгляды на развитие беларуси и это правильно сегодня уже все поняли что такое беларусь для россии россия для беларуси в этом плане нам тоже придется активизироваться сохраняя суверенитет независимость мы должны сделать максимум по кооперации в экономике по нашему единству по единению нашему все сделать для того чтобы никто не мог бросить камень в нас что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с россией прошу делиться этим видео ставить лайки спасибо всех кто нас поддерживает для нас это очень важно жизненно важно становитесь нашими патронами нам можно помочь через данный комп а слава украине живи беларусь всем спокойного вечера спокойной ночи пока